Сегодня наша выставка посвящена теме болезни Ленина, медицине начала прошлого века. Здесь вы видите подлинные предметы из коллекции нашего музея. На представленной выставке прежде всего можно изучать историю медицины. Лекарственные склянки еще царской России, рецепты позапрошлого века, слуховые трубки, предтечи современных фонендоскопов, ортопедические бандажи и медицинские инструменты. Современному человеку все эти предметы покажутся архаичными, однако для той эпохи это было последнее слово в медицине. А как иначе, здоровье вождя имело почти сакральное значение. Когда Ленин болел, в центральных газетах печатались блюдения о состоянии его здоровья. Три раза в день замеряли температуру, пульс, и все это печатали в газетах. Но несмотря на все это, история заболевания и причина смерти Ильича остаются запутанными. Официальная версия как будто убедительно доказывает атеросклеротическую природу заболевания с поражением сосудов мозга, которое повлекло за собой три больших инсульта с неизбежной смертью. Но тут же утверждается диагноз, специально придуманный для Ленина – артериосклероз от изнашивания. В официальной медицине такого диагноза не было. Подобная туманность породила множество слухов. Один из них, что Владимира Ильича отправил на тот свет Сталин. Однако на выставке есть экспонаты, если не опровергающие эту теорию, то заставляющие взглянуть на проблему под другим углом. Это письмо товарища Сталина советскому полпреду в Германии, крестинскому. Проникнуто искренним переживанием Сталина о судьбе Ленина и о состоянии его здоровья. Стоит отметить, что на выставке было людно, но в основном это были люди среднего и старшего возраста. Ленин для меня – это самая вершина, самая вершина именно порядочности, честности, гениальности. Это человек, который дал нам Родину. К фигуре и исторической роли Ильича можно относиться по-разному. Нельзя только отрицать того факта, что влияние его деятельности сказывается на нас с вами и по сей день. Вспомните хотя бы название нашего района. Илья Кремнев, Владимир Андреянов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова